Доброе утро, ребята! Садитесь! Первый опыт, первый день в школе. Мы не знали, чего ожидать, но с каждым днем Галина Станиславовна открывалась нам как очень добрый человек, как хороший и замечательный педагог и очень хороший классный учитель. Галина Станиславовна еще отличается тем, что очень интересно преподносит материал. То есть она не просто может сделать презентацию, она очень интересно все показывает, рассказывает и описывает. С первого класса вместе Галина Станиславовна в Одинцовском лицее номер 6 не только преподает историю и общество знаний, но и ведет уроки в начальной школе. Детки начальной школы очень непосредственные, они очень открытые, с ними интересно общаться на разные темы. А вот старшеклассники более взрослую оценку существующим событиям дают. На этот раз оценку поставили ей. Галина Кузьмина из 6 лицея вошла в сотню лучших педагогов Московской области. Учитель признается, это важно, но не главное. Интерес в детских глазах – вот то, ради чего стоит работать. А чтобы его пробудить, любые педагогические находки хороши. Даже гаджет можно использовать во благо. Телефон мы используем активно на уроке, когда разрешается ребятам прогуглить какое-то знание, которого недостаточно в учебнике выдано. Или, например, дети очень эмоционально реагируют, когда мы работаем не просто фронтально со всем классом, а работаем в парах или группах. Не только учить, но и учиться, чтобы шагать в ногу со временем, а значит и с учениками. И тогда интерес к предмету гарантирован. Это еще один профессиональный секрет. Но если ученики Галину Станиславовну радуют, то меняющееся отношение к профессии учителя огорчает. «Обслуга себя ощущать не хочется, честное слово. Хочется быть в первую очередь другом, тьютером, человеком, который направит, поможет детям. И мне на самом деле повезло. Большинство родителей, с которыми я общаюсь, они меня воспринимают так». Больше, чем просто учитель. Это доказывают выпускники Галины Кузьминой. Они снова и снова приходят в лицей, чтобы увидеться с любимым педагогом. А ей на короткие мгновения удается забыть, что она учитель, и выдохнуть. Семья, дочь, внуки, любимая дача и путешествие на машине. За рулем сама. Зачастую какие-то проскаризывают моменты, а бабушка покажи, научи, и все. И бабушка тут включается полноценным учителем. Внучка моя вот в этом году, например, пришла в дошкольную группу и сказала, что пойдут только к бабушке. Начальная школа, история и общество знания в старших классах, занятия с теми, кто только готовится стать лицеистами. И, конечно, покорение новых профессиональных вершин. Учебный год для Галины Кузьминой только начался. Впрочем, уже понятно, скучно не будет. Ведь она привыкла жить с интересом и учит этому других. Евгения Августина, Николай Бирюков, телекомпания Одинцова.